Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В России создадут шесть новых заповедников. Об этом стало известно в Сочи на Всероссийском форуме по особо охраняемым природным территориям. В Сочи начались командно-штабные учения по гражданской обороне. Они пройдут во всех районах курорта. Проблемы самоволок решать будут сообща. В Сочи сегодня состоялся первый съезд риэлторов города. Здесь встретили более 7 миллионов гостей. Музею Островского сегодня исполнилось 80 лет. Больше 4 тысяч гостиничных номеров подготовят в Сочи для участников Российского инвестиционного форума. Его подготовку сегодня обсудили вице-премьер Дмитрий Казак и глава региона Вениамин Кондратьев. Совещание прошло в правительстве страны. Как отметил губернатор края в зоне ответственности региона, размещение участников, обеспечение их транспортом и работа волонтеров. По каждому из этих направлений созданы рабочие группы. Для координации автомобилей и автобусов с участниками экономического саммита будет организован единый диспетчерский центр управления. Вениамин Кондратьев обратил внимание также на необходимость проработки схем и маршрутов передвижения. По словам губернатора Кубани, важно обеспечить полную безопасность всех гостей форума, а также туристов и жителей Сочи. Кубанская станица в самом сердце Москвы. На площади революции открылась выставка Дни Краснодарского края. Все жители и гости столицы могут попробовать и купить натуральные продукты, произведенные на Кубани. Перед официальным открытием павильона обошел глава региона Вениамин Кондратьев и пообщался с фермерами. В Москву аграрии привезли выпечку, сыры, макароны, изделия, овощи и фрукты и многое другое. Конечно, здесь москвичам мы привезли продукцию, продукты питания, которые выращены под нашим южным солнцем, в экологически чистом регионе страны. Мы привезли наши традиции, нашу культуру, колорит, дух. И сегодня москвичи могут прикоснуться к настоящей Кубани. Каждый пусть чуть-чуть попробует все и выберет то, зачем он вернется. А мы всегда гостям рады, поэтому милости просим в гости на нашу Кубань, на наш Краснодарский край. Работает ярмарка со всем кубанским колоритом. Весь день гостей развлекают творческие народные коллективы края. Его называют основателем Кубанского парламента. После 22 лет руководство законодательным собранием края свой пост покидает Владимир Бикетов. Теперь он переходит на работу в Совет Федерации. Такое решение тайным голосованием приняли депутаты нового шестого созыва. Народные избранники накануне успели выбрать себе другого председателя и одобрить кадровые перестановки в краевой администрации. Как прошел первый рабочий день у кубанских депутатов, знают наши краснодарские коллеги. Вообще первый раз. Обычно не было возможности ходить на эти совещания, но все в районе. Постоянно у нас район, сами знаете, боевой. Возможно, исторические кадры. В большой зал Кубанского парламента многолетний руководитель Туапсинского района входит впервые. Владимир Лыбанев, теперь уже депутат законодательного собрания края, уверенно осваивается на новом месте. Место свое вы уже нашли здесь? Да, вот оно, по-моему, третий ряд, во мое место, с краем. Владимир Лыбанев один из тех, кого принято называть свежей кровью регионального парламента. После выборов в нем обновилась половина народных избранников. Средний возраст 49 лет сократилось, и количество депутатских мест вместо 100 теперь 70. Но самое знаковое событие произошло сегодня на первой сессии шестого созыва. Сменился председатель законодательного собрания. Парламент возглавит Юрий Бурлачко, бывший вице-губернатор. На посту он сменит Владимира Бикетова, который переходит в Совет Федерации. Бикетов без преувеличения человек эпоха. 22 года руководил ЗАГС Собранием. По сути, именно он и выстроил современный парламент Кубани. По крупицам Владимира Андреевича, он и создавал наш парламент. Вот таким создал, что он стал сегодня самым авторитетным парламентом Российской Федерации. И очень влиятельным. Много его учеников, тех, кто с ним вместе работал, сегодня занимает серьезные должности. Я тоже не побоюсь сказать, что я тоже один из его учеников. И своим становлением я обязан именно ему. Он имел всегда свой стержень, свою точку зрения. Договориться с Бикетовым было невозможно. Все это знали. Его можно было только убедить. Он первый среди равных, какую бы должность он ни занимал. Я хочу поблагодарить всех депутатов, всех пяти созывов за совместную работу в законодательном собрании. Каждый из них внес свой вклад в становление парламентаризма на Кубани. Уважаемые коллеги, я понимаю всю полноту ответственности представлять законодательное собрание Краснодарского края. И я, в общем-то, буду делать все для того, чтобы достойно работать на том уровне. И мне очень хотелось бы, чтобы мы не отрывались друг от друга в работе. Чтобы вот те задачи, проблемы, которые стоят сегодня перед Кубанией, чтобы они, в общем-то, были нашими общими. И мы вместе решали. Нового председателя выбирали тайным голосованием. Кандидатуру Юрия Бурлачко поддержали все депутаты. В нашей работе нам необходимо исключить любого рода политиканство. Здесь нет споров политических. Здесь есть общая задача сделать как можно лучше для жителей Кубани. Сейчас для нас важным является развитие промышленного производства. Для чего необходимо в первое очередное привлечение инвестиций. И для нас, и это очевидно, очень важным является свои силы направить на развитие и принятие законов, которые бы способствовали кратному увеличению промышленного производства. И сегодня же на сессии депутаты утвердили изменения в структуре краевой администрации. Появится должность первого заместителя губернатора. Займет ее Андрей Алексеенко, который и сейчас работает замом Вениамина Кондратьева. Кроме этого, новыми вице-губернаторами станут Анатолий Вороновский. Он займется жилищно-коммунальным хозяйством и топливно-энергетическим комплексом. Василий Швец будет отвечать за развитие инвестиционной промышленной политики. У Сергея Болдина введение имущественные отношения и природные ресурсы. А заместителем главы Кубани по внутренней политике назначен Алексей Копайгородский. Они пришли на смену тем вице-губернаторам, которые избрались депутатами в законодательное собрание края. Проработав много лет в исполнительных органах власти, часто сталкивался с законодательством и видел на разных направлениях деятельности, где имеются проблемы, где имеются те вопросы, которые так или иначе задерживали, мешали решить какие-то задачи. Постараемся те вопросы, которыми сталкивались как исполнители, сейчас изменить и справить с тем, чтобы ускорить. К примеру, вопросы, связанные с установлением охранных зон, вообще установлением границ особо охраняемых природных территорий, охранных зон курортов. Работать обновленный депутатский корпус будет пять лет до следующих выборов. С одной стороны, время для принятия решений есть, но с другой, раскачиваться некогда, обратился губернатор к парламентариям. Сегодня произошла преемственность в нашем законодательном собрании края. Прежнему составу законодательного собрания, конечно, им удалось в сложный период сохранить нашу экономику и даже ее развить. У нас выплачивались все положенные льготы и преференции людям, самое главное. Был бюджет социально ориентированным, то есть не было ни просрочек, ни задолженностей. Вот эта огромная колоссальная работа каждого депутата прежнего созыва, она должна быть в основе и сегодняшнего депутатского корпуса. Не нужно делиться, может быть, инициативами, а нужно понимать, что на ваши плечи легла сегодня огромная ответственность за судьбу края. Главный приоритет – социально-экономический рост нашего региона и, как следствие, рост благосостояния жителей края. Все. Ради этого мы сегодня, коллеги, с вами и будем работать. Нынешний региональный парламент – это смесь муниципальных управленцев, бизнесменов, аграриев, молодежи и общественников. Всех тех, кто и должен продвигать абсолютно разные точки зрения, чтобы сдать экзамен на доверие граждан. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. До конца этого года в России создадут шесть новых особо охраняемых природных территорий федерального значения. Об этом заявил глава Минприроды России Сергей Донской, открывая пленарное заседание Всероссийского форума по особо охраняемым природным территориям. В этом году мероприятие проходит в Сочи под девизом «100 лет сохраняем природу». Именно столько прошло с момента учреждения на Байкале первого в стране государственного заповедника Баргузинского, после которого последовало формирование целой сети российских заповедников. Сегодня Россия – один из мировых лидеров в сфере сохранения биоразнообразия. Федеральная система особо охраняемых природных территорий включает в себя 103 заповедника, 51 национальный парк и 58 федеральных заказников общей площадью примерно 62,5 миллиона гектаров. Одним из последних был образован национальный парк «Сингелеевские горы» в Ульяновской области. В ближайшее время в правительство будут внесены проекты постановления о создании еще пяти территорий. Это заповедники в Ленинградской, Новосибирской, Томской и Архангельской областях, а также в республиках Карелия и Якутия. В целом же до конца года по всей стране будет насчитываться 11 федеральных и 76 региональных особо охраняемых природных территорий. Есть уникальная система, уникальная охранная территория, которая была создана многими поколениями наших граждан, наших людей, кто и как энтузиазм, и как профессионал этим занимался на протяжении 100 лет. Вот мы в этом году празднуем вот эту особую для нас дату. И вот за 100 лет удалось очень серьезно продвинуться как в создании самих ООБТ, так и в функционировании. В преддверии форума сотрудники Кавказского заповедника совершили восхождение на гору Цехвоа. На самой высокой вершине в Краснодарском крае и республике Адыгея они установили памятный обелиск и флаг столетию заповедной системы. К юбилею российских охраняемых территорий запланирована и закладка аллеи. А сегодня состоялось награждение лучших работников российских заповедников и национальных парков государственными и ведомственными наградами. Программа форума расписана на три дня. Участники обсудят вопросы охранной территории, борьбы с браконьерством, познавательного туризма, волонтерства и обсудят планы по сохранению и развитию сети биосферных резерваторов ЮНЕСКО. Работа форума состоит из трех частей. Пленарного совещания, встречи министров охраны окружающей среды и заседания Межгосударственного экологического совета, по итогам которого участники примут сочинскую декларацию. Этот документ ляжет в основу последующих законотворческих инициатив и различных проектов в области развития заповедного дела. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи начались командно-штабные учения по гражданской обороне. Они пройдут во всех районах курорта. Сегодня, по легенде, центром чрезвычайных ситуаций стал Адлерский район, где специалисты городских служб, спасатели, медики отрабатывали всевозможные сценарии по спасению людей на суше и в море. В сценарии есть техногенные катастрофы и ситуации с подтоплением жилых домов. Именно такие возможные ЧП отрабатывали накануне в Красной Поляне. Поселок Кепша – болевая точка Краснополянского поселкового округа. Подтопление этой территории не раз проверяли силы гражданской обороны на прочность. Поэтому учения специалистов оперативных и городских служб проходят именно в этом месте. Их сценарий максимально приближен к реальности. Угрозы затопления, жилых домов, возможные пожары и спасение пострадавших первыми эвакуируют воспитанников детского сада. Вперед, вперед, аккуратно. Проходим, проходим, детки. Пока одни спасали детей, другие ликвидировали возгорание и вынесли пострадавшего из жилого дома. Главная задача таких учений – отработать взаимодействие между спасателями, медиками и сотрудниками полиции. Свои действия отрабатывали и специалисты Горгазова, Доканала, Энергетики и Дорожники. Все службы прибыли согласно расчету. И учениями, так сказать, оценку я поставил удовлетворительную. То есть мы реально показали, что мы в состоянии на первоначальном этапе именно справиться со своими силами округа. И, конечно, какие учения без авиации. Вертолет МЧС должен был доставить тяжело пострадавшего из Кепши в краевой центр, где ему окажут экстренную высокотехнологичную помощь. Спасатели успешно забрали пострадавшего прямо из русла реки, несмотря на ветер и сложный рельеф местности. По окончании учений были проанализированы действия каждой из служб. Пока выводы делать рано. Но из того, что я увидел по отработке в Кепше вопросов, слаженное действие присутствует, взаимодействие понятно и прозрачно. Люди понимают свои маневры, экипировка довольно-таки серьезная и современная. Поэтому будем дальше над этим работать. А те шероховатости, которые волей-неволей будут возникать, будем стараться над ними работать. Подобные тренировки специалистов различных служб пройдут в каждом районе курорта. После чего Управление гражданской обороны Сочи будет сдавать экзамен мэру. Масштабные городские учения планируют провести через месяц. 2017 объявлен годом гражданской обороны. Историческая дата и создание службы считается 4 октября 1932 года, когда Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне территории СССР. Этот документ и стал основой для создания организации, которая призвана решать задачи по защите населения и экономике страны от нападения противника с воздуха. В Сочи 40-летний местный житель попал под поезд Адлер-Архангельск. По факту гибели мужчины проводится проверка. Как рассказал машинист поезда, мужчина в наушниках переходил железнодорожные пути в неустановленном месте на перегоне Дагомыс-Лао, не реагируя на звуковой сигнал. Было применено экстренное торможение, однако предотвратить трагедию не удалось. Мужчина скончался на месте. Сейчас сотрудники транспортной полиции Сочи выясняют все обстоятельства происшествия. Ночью в нескольких районах Сочи не будет воды. Причина ремонтной работы на магистральном водоводе по улице Медовая. С 10 вечера пятницы до 8 утра субботы воды не будет на улицах Медовая, Белых Акаций, Орбитовская, Православная, Троицкая, а также в Хосте и Кудепсте. Пониженное давление вплоть до полного отсутствия воды может наблюдаться на Мацесте, Бытхе и в Раздольном. К социально значимым объектам в первую очередь будет организован подвоз воды. Полностью водоснабжение будет восстановлено в течение субботы. По всем вопросам можно также обратиться в единую диспетчерскую службу водоканала 444 05 05. В Сочи сегодня открылся первый съезд риэлторов города. На нем был избран новый президент гильдии риэлторов в Сочи. Теперь профессиональное сообщество риэлторов возглавляет Юлия Усачева. Ей предстоит вместе с коллегами и администрацией города провести большую работу на рынке недвижимости. Не секрет, что многие маклеры сегодня работают в тени и подчас квартиры продаются в домах, которые построены незаконно, а дела застройщиков находятся в судах. В результате появляются обманутые дольщики и падает доверие потенциальных покупателей к агентствам недвижимости. Сегодня в городе много вопросов, связанных с незаконным строительством, с ненадежными застройщиками, с добросовестными риэлторами. И хочется сегодня до всех наших коллег донести, насколько эта проблема важна, и что мы все должны приложить усилия для того, чтобы совместно решить этот вопрос, чтобы на рынке недвижимости нашего города остались добросовестные риэлторы. И профессиональные застройщики. Мы активизировали эту работу с марта прошлого года и добились значительных результатов. Практически втрое снизился объем незаконного жилья. Мы получили в марте, если у нас было, цифру приведу, 136 объектов, на которые были обеспечительные меры в виде ареста, но тем не менее они строились, то сейчас таких объектов осталось 17. На первом этапе, когда мы видим, что на участке, предназначенном для индивидуального жилого дома, строится многоквартирный, то есть есть все признаки многоквартирного дома, мы сразу организуем дежурство круглосуточное, отключаем от всех коммуникаций и стараемся блокировать объект таким образом, чтобы он вообще не строился. В Сочи 2175 обманутых дольщиков. В некоторых случаях мэрию удается установить контакт с застройщиком. Администрация города уже инициировала несколько встреч таких бизнесменов сождущими жилья людьми. В помощь тем, кто только планирует купить собственные квадратные метры, в городе создан черный список объектов недвижимости. Размещен он на сайте администрации города и регулярно обновляется. Доступен он и всем риэлторам. И если зная о незаконной истории дома, посредники, тем не менее, продают в нем квартиры, отметили правоохранители, это будет рассматриваться как соучастие. Также перед участниками съезда с информацией о нововведениях выступили представители Росреестра, Квартирно-правовой службы, МФЦ и Центра геоинформационных технологий. В Дагомысе завершился фестиваль «Вся Россия-2017». Он проводился в 21-й раз и собрал более тысячи представителей медиасферы из всех регионов нашей страны. Фестиваль традиционный, в этот раз даже длился дольше обычного. Его программа была настолько насыщенной, что представители российской прессы едва успевали насладиться бархатной сочинской погодой. Все больше их интересовали дискуссии об актуальных явлениях современности, встречи с политиками, общественниками, презентации новых идей. У наших журналистов сочинских есть такая огромная возможность пообщаться, подружиться, потом приезжать в гости, обмениваться мнением, обмениваться опытом. Это очень здорово. Ну и у мэра тоже есть одна особенность. Его всегда ждут в Москве, в доме журналистов. Он любит приезжать. Спасибо. Обсуждали участники форума проект Международной конвенции по безопасности и независимости журналистов и других представителей сферы медиа. А на закрытии фестиваля председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов отметил особенность нашего региона дружелюбную атмосферу на курорте, где проживают десятки национальностей, которые гостеприимно встречают людей с разных уголков не только России, но и мира. А глава города, приветствуя участников форума, рассказал, как живут люди в многонациональном Сочи. Мы действительно город Сочи, мини-советский союз. И у нас есть свои общины, и есть у нас совет при главе города по национальностям. Мы гордимся, но и понимаем, какая ответственность ложится на нас, потому что мы все чаще и чаще представляем родину перед всем миром. И скажу так, мы ее еще ни разу не подвели. Правда ли? Лучшие представители региональной прессы были награждены дипломами Союза журналистов России. Он, кстати, объявил о старте проекта «Я живу в России». Цель – вернуть СМИ материалы о судьбах обычных людей, которые заботятся о своей семье и близких и с душой выполняют, казалось бы, рутинную работу. Эти люди нужны и важны, на них держится вся Россия. Каждый из них красив, потому что умеет создавать и создавать жизнь, уверены авторы проекта. В Сочи подведены итоги дискуссионной игры «Терки», в рамках которой молодежь учат ораторскому искусству и умению отстаивать собственную позицию. Участие в серии ролевых поединков принимали школьники и студенты. Накануне финалисты поборолись за звание лучшего оратора сезона 2017. В финале «Терок» встретились команды из Сочинского госуниверситета, медицинского колледжа, 8-й гимназии и 25-й школы. Правила ролевых деловых поединков моделируют ситуацию в парламенте, где участники отстаивают противоположные утверждения по предложенной теме. Суть игры проста. Одни представляют правительство, другие – оппозицию. Зачастую участнику в игре приходится защищать точку зрения, которой он в реальной жизни не придерживается. Главное в поединке – привести убедительные аргументы. Будут сегодня подниматься весьма интересные, острые вопросы, которые имеют полярные мнения. И наша задача, как управление молодежной политики, это научить ребят отстаивать свою точку зрения в уверенно-спокойной манере, иметь свое мнение и грамотно подавать свою позицию. Тема финала – антитеррористический закон Яровой о доступе спецслужб к личным сообщениям интернет-пользователей и нужен ли стране ЕГЭ. Каждая команда высказала свои «за» и «против». К слову, минусы единого госэкзамена по мнению юных ораторов – нервотрепка и недосып, а плюсы – высокий уровень квалификации учеников и облегченный вариант поступления в ВУЗы. Главные критерии победы – красноречие, остроумие и креативность. С этой задачей достойно справились все спикеры. Но самой убедительной в своих рассуждениях, по мнению судей, оказалась команда 25-й школы. Важная дата в культурной жизни города сегодня литературно-мемориальному музею Николая Островского 80 лет. Музей был учрежден в 1937 году в память о Николае Островском. Известный писатель жил в Сочи с 1928 по 1936 год. Свой самый известный роман «Как закалялась сталь» он написал, будучи слепым и неподвижным. Его книги обрели популярность во всем мире и были переведены на разные языки. В Сочи писатель называл своей второй родиной, где он состоялся как личность и как писатель. Здесь ему был вручен орден Ленина – высшая награда страны. Здесь же ему подарили дом, где после смерти писателя был открыт музей. За 80 лет это учреждение культуры приняло более 7 миллионов посетителей из России, ближнего и дальнего зарубежья. В книгах отзывов – тысяча теплых слов. Вот эта запись – одна из ценных от Юрия Гагарина. Сегодня в честь юбилея в выставочных залах музея состоялся праздничный концерт в программе – мультимедийная презентация «История музея» – концерт струнного квартета имени Рахманинова, состоящий из любимых произведений Островского. 80 лет – это просто большая человеческая жизнь. И здесь проходили и выставки международные, и выставки всероссийские. Музей открывал новые имена художников, поэтов, литераторов. Вот сейчас наш музей активно разрабатывает образовательную тему. Мы занимаемся проектами, которые связаны с развитием, с музейным таким образованием детей нашего города. В честь юбилея за преданность музейному делу лучшие сотрудники получили грамоты и благодарственные письма от руководства города и края. И в завершении выпуска информации от наших партнеров итальянская компания-производитель «Циркония» проводит акцию в клинике «Валеденталь» циркониевые коронки по цене металлокерамики. Чайковского, 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго!